Олег Пензин, экономист. Здравствуйте. 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 Давайте с такой новости начнем. Миссия МВФ и представители Украины начали переговоры о новом транше финансирования. И Украина может получить около 2,2 миллиардов долларов уже в июне. Об этом пресс-служба Минфина сообщает. Как полагаете, удастся ли достичь запланированное и на что могут пойти эти средства? Ну, я практически уверен, что удастся. Потому что меморандум выполняется. Задачи, которые поставлены в меморандуме, реализуются на сегодняшний момент. Это уже не первый пересмотр программы. В начале года был пересмотр, если вы помните. Мы тогда получили 900 миллионов долларов. Действительно, в июне следующий пересмотр. И, в принципе, пока на сегодняшний момент ничего, ну, скажем, не вселяет проблем. Те задачи, которые ставились в меморандуме, решаются. А куда эти деньги пойдут? Они пойдут в государственный бюджет. То есть, эти средства однозначно пойдут на те социальные выплаты, которые предусмотрены в рамках получения макрофинансовой помощи. Я хочу напомнить, что если мы откроем бюджет 2024 года, то мы увидим, что доходная часть бюджета у нас 1,7 триллиона гривен, а расходная 3,3 триллиона. И вот эта разница в 1,6 триллиона гривен, собственно, наполняется за счет макрофинансовой помощи, в том числе и кредитов Международного валютного фонда. А средства, полученные в виде макрофинансовой помощи, идут на социальные выплаты, идут на выплаты бюджетникам, на те программы, которые не касаются программ, связанных с безопасностью и обороной. То есть весь социальный блок финансируется за счет этих денег. Ну, собственно, вот те средства, которые мы обсуждаем сейчас, они должны пойти именно на эти цели. Общая сумма средств, которые Украина должна получить в течение 2024 года в рамках макрофинансовой помощи, в том числе и кредитов Международного валютного фонда, составляет 37,5 миллиардов долларов. Так что, в принципе, вот те цифры, которые мы обсуждаем, скорее всего, мы их получим. Ну, есть еще деньги от замороженных российских активов, да, но снова-таки Венгрия блокирует передачу этих доходов Украине. Об этом написал Financial Times. Как известно, планировал ЕС отправлять около 2 миллиардов евро в год за счет этих доходов от российских активов, которые хранятся в Бельгии, в депозитарии. Но Венгрия выступила против. Как вы полагаете, как будут с ними договариваться? Ну, смотрите, если мы говорим о замороженных российских активах, в первую очередь, когда мы говорим о доходах от этих активов, то они должны были, планировалось, то есть план Европейского Союза был направить их в фонд Мира через программу Ukrainian Facility. И средства этих, эти средства в фонде Мира, эти 90% от этой суммы, которую мы обсуждаем, должны были пойти на закупку военно-технической помощи для Украины. То есть, когда мы говорим о доходах от замороженных российских активов, они бы не пришли непосредственно в государственный бюджет, они бы шли через Европейский фонд Мира на закупку военно-технической помощи. В связи с тем, что Венгрия сейчас выступает против подобных перечислений, есть альтернативный путь. Он, собственно, активно обсуждался на встрече министра финансов G7 и должен полностью парафироваться руководителями G7 в июне месяце. Собственно, эта идея, эта стратегия принадлежит Соединенным Штатам Америки. Они активно ее сейчас продвигают. Под залог дохода от замороженных российских активов американцы предлагают дать Украине кредит. Кредит, опять же, в размере 50 миллиардов долларов. Пока непонятно, кто конкретно будет выделять эти деньги. Мировой банк, Соединенные Штаты Америки, какие-либо другие международные финансовые институты. Но эти деньги должны, с одной стороны, обезопасить Украину от политической турбулентности в Соединенных Штатах Америки в 2025 году. То есть речь идет о выделении кредита на 2025 год. А с другой стороны, имея такие средства, Украина может достаточно серьезно начать вопрос, связанный с восстановлением, скажем, уничтоженной Российской Федерации экономики. Вот Ройтерс пишет о том, что страны Большой Семерки добились прогресса в переговорах об использовании прибыли от замороженных российских активов. Это вот этот проект, о котором вы сейчас рассказывали? Да, я, собственно, говорил об этом проекте. Еще раз повторяю, это было предварительное обсуждение министрами финансов, они достигли общей позиции. И окончательное решение будет принято на июньской встрече глав государств в G7. Собственно, речь идет о том, чтобы вот эти замороженные активы выступили, не замороженные активы, доходы от замороженных российских активов, выступили в качестве гаранта для получения Украины вот этого кредита. Пока сумма обсуждается, были обсуждения цифр на уровне 30 миллиардов, сейчас вот в процессе обсуждения на G7 говорилось, что 50 миллиардов долларов. Не вопрос, тут главное сам механизм. То есть, если этот механизм будет принят на G7, то европейцы откажутся от тех предложений, которые были, направлять эти средства доходов от замороженных российских активов через фонд мира на военно-химическую помощь, и согласятся с предложениями Америки о выделении кредита Украине. Но этот кредит сразу будут выделять или его тоже могут разбить на несколько лет? Нет, пока обсуждается механизм, но в данной ситуации речь идет о выделении несколькими траншами, сразу 50 миллиардов. Давайте еще о таком поговорим. Европейские банки, которые по-прежнему ведут деятельность в России, рискуют попасть под более жесткие санкции США. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. И по ее словам, речь идет о кредитных организациях, которые осуществляют операции, которые впоследствии помогают России в достижении военных целей. Какими должны быть эти санкции, чтобы они были действительно существенными? Ну, посмотрите, в действительности же не только американцы указывают финансовым структурам Европейского Союза на недопустимость продолжения работы в Российской Федерации. Достаточно жестко по отношению к этим банкам ведет себя, например, Европейский Центральный Банк, который просто потребовал от этих банковских структур плана выхода с Российской Федерации. Речь идет о Райфайзенбанке, речь идет о Юникредитбанке, речь идет о ОТП-банке. О тех банках, которые продолжили работу в Российской Федерации, которые получают достаточно серьезный доход от этой деятельности и платят налоги в российский бюджет, который впоследствии используется для ведения агрессивной войны в Украине. Естественно, это продолжаться далее не может и американцы вообще достаточно жестко пригрозили отказом по этим банкам в использовании корсчетов в американских банках. То есть, другими словами, одним из направлений санкций может вообще запретить для этих банков проведение операции в американских долларах. Европейский Центробанк, еще раз повторяю, потребовал конкретный план выхода этих банков с Российской Федерацией. Но там ситуация намного сложнее в действительности. Проблема заключается в том, что российская власть на сегодняшний момент всячески блокирует любые способы продажи активов этих банков для того, чтобы удержать их на территории Российской Федерации. Скорее всего, единственным способом выхода этих банков с Российской Федерацией будет просто оставить эти активы и взять билеты и улететь с Москвы в свои родные страны, в Европейский Союз. В любом случае, я думаю, что в ближайшее время мы увидим достаточно четкую позицию руководства этих банков, потому что от угроз и от предложений, скорее всего, и Европейский Центробанк, и Соединенные Штаты Америки могут перейти к реальному делу. Страны Европейского Союза также одобрили закон, который вводит ограничения на выбросы метана при импорте нефти и газа в Европу. И говорится, что новые правила импорта ударят по крупным поставщикам газа, таким, как Россия. Можете рассказать подробнее, как это может ударить? Ну, смотрите, в действительности Россия резко уменьшила объемы продажи газа в Европейский Союз. В чем момент? Момент заключается в следующем. Метан по уровню воздействия на окружающую среду идет вторым после СО2, после выбросов углекислого газа, которые существенно влияют на экологию. И, собственно, этот закон, который вы цитируете, он заключается в следующем, что заключение контрактов по импорту газа в Европейский Союз будет производиться только с теми компаниями, которые информируют Европейский Союз об утечках метана через свою инфраструктуру в процессе добычи, в процессе транспортировки. То есть предоставляют полную информацию о том, что реально происходит, какой объем выбросов, несанкционированных выбросов по метану происходит в процессе доставки этого газа в Европейский Союз. Только с теми странами, только с теми компаниями, которые придерживаются европейских норм борьбы за экологию, которые огласят и уведомят европейских партнеров о статистике, связанной с этими несанкционированными выбросами, может быть заключен контракт на поставку газа и нефти. Речь идет о требованиях, которые вступят в действие с 2030 года. Так вот, если до 2030 года РАО «Газпром» российский не предоставит информацию о выбросах метана на месторождениях и в газопроводах в процессе транспортировки его в Европейский Союз, он может потерять контракты с европейскими компаниями на поставку газа в Европу. Ну вот вы сказали действительно, что количество газа, которое идет из России в Европу уменьшилось, и вот пишут СМИ, что Путин ищет сейчас, продолжает искать новых покупателей на этот газ российский, особенно после провала переговоров с Китаем, который не хочет строить трубопровод «Сила Сибири-2». И вот диктатор во время поездки в Узбекистан убеждал руководство страны купить газ. Могли бы сказать, насколько сокращается рынок сбыта для России, ну не только в Европу, да, вот мы видим, Китай не хочет, Узбекистан не факт, что захочет. К чему может вот это привести? Так уже привело. За 23-й год «Рао Газпром» нарисовал 7 миллиардов долларов убытка. То есть нужно понимать, что, как они в рекламе рисовали в 21-м, 20-м году народное достояние, «Рао Газпром» из компании, которая была невероятно богатой, превратился в, по сути, банкротом. Почему? Потому что объем газа, который «Рао Газпром» поставлял в Европу, составлял где-то порядка 180-190 миллиардов метров кубических газа. На сегодняшний момент общий объем того, что они продолжают продавать в Европейский Союз, составляет где-то порядка 30 миллиардов метров кубических, который идет по южному потоку, по турецкому потоку, по-другому. И где-то 15-18 миллиардов, которые еще прокачиваются через газотранспортную систему Украины. Но нужно понимать, что это все добро с прокачкой через украинскую ГТС заканчивается в рамках контракта в конце 2024 года. Коннекта между уренгойскими месторождениями газа и газопроводом «Сила Сибири» нет. То есть перекинуть объемы газа, которые теоретически добывались в уренгой, в какое-то другое направление, крайне сложно. Нужно строить газопроводы, а это очень дорогое удовольствие. Поэтому, скорее всего, проблемы «Газпрома» не закончатся в 2024 году. Считайте, что «Рао Газпром» начал активно продавать свои активы в Москве. Недвижимость, те или иные другие активы, которыми активно обрастали за все прошлые годы. Это делается для того, чтобы хоть каким-то образом покрыть те убытки, которые сегодня реально нарисованы. Но нужно понимать, что без нахождения альтернативных покупателей «Рао Газпром» обречен на банкротство. А покупать российский газ сегодня никто не спешит. Давайте еще поговорим о санкциях. Сегодня стало известно, что Совет Европейского Союза по иностранным делам ввел новый санкционный режим за серьезные нарушения прав человека в России. Об этом сообщает Deutsche Welle. Изначально предполагалось, что он будет назван в честь погибшего в колонии оппозиционера Алексея Навального. Но затем в Брюсселе решили не привязывать эти санкции к конкретной персоне. Так вот, что это будут за ограничения и как они будут работать? Ну, смотрите, это санкционные ограничения, которые несколько отличаются от тех пакетов санкций, которые принимаются по поводу агрессивной войны Российской Федерации в Украине. Там в основном персональные санкции против людей, которые, скажем, замечены и которые в реальной действительности занимаются ограничением права и свобод граждан. Там санкционные ограничения на средства массовой информации. Там нет экономических санкций, как таковых, которые Европейский Союз применял по отношению к Российской Федерации в связи с агрессивной войной в Украине. Там санкционные пакеты отличаются, они в основном персональные. Но, тем не менее, это достаточно болезненное мероприятие. И, в принципе, я понимаю, что любое санкционное давление, которое на сегодняшний момент оказывается на Российскую Федерацию, на их предприятие, на граждан, является достаточно важным в той политике, которая в Европейский Союз ведется по отношению к Российской Федерации. По поводу россиян. На 70,5 миллионов жителей РФ лишились права выезда за рубеж и за долгов. Об этом ТАСС пишет. И вот в РФ уверены, что это является эффективной мерой воздействия на должников. Как вы полагаете, это некое такое намеренное обдирательство? И как еще могут ужесточить подобные меры? Зачем это делают? Они полагают, что если не дадут выехать, человек сразу пойдет рассчитаться с долгами? Ну, смотрите, речь идет, первое, о потребительских кредитах, объем которых невероятно вырос за последнее время. Речь идет о ипотеке, которая на сегодняшний момент тоже достаточно сильно выросла, и задолженности по ипотеке. Поэтому, понимаете, во-первых, это говорит о финансово-экономическом состоянии российского общества, о финансово-экономическом состоянии российских граждан. Это далеко не настолько благополучная ситуация, чтобы рассказывать о том, что уровень жизни постоянно растет. Следующий момент. Когда мы с вами говорим о ограничениях прав россиян, которые имеют долги по кредитам, то это же как бы уже не первое проявление. Идет постоянное усиление давления на должников для того, чтобы их заставить начать возвращать кредиты. И это давление, собственно, в какой-то степени является и достаточно существенным двигателем, который обеспечивает приток новых, скажем, контрактников в российскую армию, как способ решить те проблемы, связанные с кредитами, которые возникают у россиян на сегодняшний момент. Мы же прекрасно с вами знаем, что те выплаты, которые российские граждане получают при подписании контракта, и те отсрочки по долговым обязательствам, они, собственно, и спровоцированы тем огромным количеством невозвратных кредитов, которые россияне понабирали на сегодняшний момент. Ну вот, кстати, пишут российские СМИ, что население очень много тратит денег, конкретно каждый девятый рубль на платежи как раз-таки по кредитам. Случился кредитный бум, да, но при этом власти России говорят, что доходы населения растут, показывают статистику. Получается, что просто если эти доходы есть, то их съедает инфляция? Не, ну, смотрите, опять же, знаете, что такое средняя температура по палате, да, или там, скажем, когда богатый съел курицу, а бедный не съел ничего, то в среднем получается, что каждый из них съел по половине курицы. Вот, собственно, такова же особенность любой статистики, которая выводит некие средние цифры. Есть определенная категория людей, которые имеют очень неплохие доходы, и есть основная масса людей, которая беднеет. А особенно если мы учтем, что очень много социальных программ сейчас свернуто, очень много национальных проектов ограничено в связи с перенаправлением средств на военные расходы, то нужно понимать, что вот эта ситуация и с падением доходов, она будет углубляться. По поводу тех, кто зарабатывает свыше 150 тысяч рублей в Госдуме, предложили повысить им налог. Для таких граждан зарплатой такой депутаты считают, что такое решение избавит от повышения налогов подавляющее большинство граждан и сохранит конкурентоспособность страны по сравнению с другими государствами. По данным Росстата, в феврале средняя номинальная зарплата по России составила около 78 тысяч рублей. Вот то, что вы говорили, статистика. Таким образом, парламентарии предлагают усилить налоговую нагрузку для тех, кто получает почти две средних зарплаты. А кто в РФ столько зарабатывает? Ну, смотрите, российский учитель в субъекте федерации в среднем получает где-то порядка 35-40 тысяч рублей в месяц. Ну, вот, представляем себе. Государственные служащие местных органов власти получают зарплату до 50 тысяч рублей. Ну, средняя зарплата по Москве 70 тысяч. Средняя зарплата по Москве 70 тысяч. В действительности, это небольшие деньги по сегодняшним ценам, а по сегодняшним российским затратам. Поэтому, еще раз говорю, что, во-первых, я не думаю, что этот законопроект будет достаточно быстро принят, потому что таким образом господа депутаты сами по себе ударят. Во-вторых, я думаю, что однозначно основная масса людей сегодня получает намного меньшие деньги. И, ну, опять же, мы же с вами понимаем, да, что когда идет в различную степень, скажем, стимулирование заключения контрактов с российской армией и идет единоразовая выплата, там, 700-800 тысяч рублей при заключении контракта, у людей, у которых средняя заработная плата 50-60 тысяч в месяц, для них это очень существенные деньги. А для отдаленных субъектов федерации это абсолютно нереально заработать эти деньги человеку. Поэтому он, как бы, достаточно серьезно провоцируется для того, чтобы идти в российскую армию, вместо того, чтобы заниматься нормальным человеческим трудом. Ну, еще одна новость. Большое количество российских инженеров и экспертов космической отрасли прибыли в Северную Корею помогать Пхеньяну подготовить запуск собственных разведывательных спутников. СМИ об этом пишут. Вот такое сотрудничество в этой сфере какую перспективу может иметь? Ну, во-первых, я хочу напомнить о том, что есть проголосованные резолюции Совета безопасности Организации объемных наций о невозможности такого сотрудничества. О невозможности закупки вооружений или передачи военных технологий Пхеньяна. При этом, ну, россияне, несмотря на то, что они сами голосовали за эту резолюцию, ее достаточно активно игнорируют. В связи с вот этими, ну, скажем так, достаточно интересными в кавычках проявлениями актов сотрудничества Япония и Южная Корея ввели санкции против физических лиц и компаний, которые принимают участие в передаче Пхеньяну вооружений, технологий, которые осуществляют закупку военной техники у Пхеньяна, боеприпасов. Но, тем не менее, нужно понимать следующее, что подобным игнорированием собственного решения проголосованного в Совете безопасности Российской Федерации еще раз показывает свое отношение к международному праву. Ну, а как этому можно помешать? Вот мы видим, да, есть какие-то резолюции, но мы видим конкретное сотрудничество, в том числе в военной сфере, между двумя диктаторами и режимами. Ну, вы знаете, в действительности Совет безопасности Организации Удивенных Наций здорово себя подочерпал. Я думаю, что после окончания войны в любом случае должна быть разработана новая стратегия Международной системы безопасности, которая бы делала невозможным подобные акты агрессии по отношению к суверенным странам и нарушению основополагающих принципов, на которых существует, собственно, Организация Удивенных Наций. Олег, спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Экономист Олег Пензин был на связи с Фридомом. Благодарю.